Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте сначала проверим связь, как вы меня видите, слышите. Нажмите, пожалуйста, на огонек, если все хорошо, связь не подводит. Так, отлично. Вот, много. Смотрю, у нас уже собралось. Спасибо. Все, отлично. Тогда можем продолжать. Напишите, пожалуйста. Спасибо огромное, очень рада. Напишите, пожалуйста, в комментарии, из каких вы населенных пунктов, толпы, профессии. Уже часть прочитала. Сегодня мы с вами поговорим о пескографии, узнаем, что это такое, зачем она нам нужна и каким образом мы можем использовать в своей работе. Информация, представленная мной, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений и также родителям в том числе. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь учителем-логопедом высшей кваликационной категории и также еще руководитель службы социального сопровождения семей с детьми. Спасибо огромное. Как сказал Константин Дмитриевич Ушинский, самая лучшая игрушка для детей – это куча песка. Современные условия дали толчок к поиску инновационных, интересных и развивающих методов и технологий в работе с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих комфортное пребывание в условиях дошкольного образовательного учреждения, сохраняющих психическое здоровье каждого ребенка и способствующих развитию творческой, интеллектуально развитой личности. Одной из таких технологий как раз таки и стала, спасибо огромное, пескография. Что такое пескография? Вы, наверное, замечали, что не только дети, но и взрослые, оказавшись на пляже, вдруг начинают увлеченно строить замки из песка, и это не случайно. Вспомните, как приятно босиком походить по песку, погружать в него руки, пропускать песчинки сквозь пальцы. Эти мельчайшие частички активизируют чувствительные нервные окончания на кончиках пальцев и ладонях. Песок – природный материал, обладающий собственной энергетикой. Рисование песком – один из самых необычных способов деятельности. Пескография – это уникальная возможность отобразить свой внутренний мир и лучше познать мир окружающий. Игры с песком способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка, а значит, обеспечить наиболее успешное выполнение или же эффективный способ подачи материала. Песок – необыкновенно приятный материал. Когда мы погружаем руки в сухой песок, появляется нечто похожее на рек на воде. Рождается образ пустыни. Смешанный с водой песок темнеет, приобретает уже качество земли. В это время ему уже можно придать форму. Рисуя песком, как будто погружаешься в мир фантазий, сказок, причудливых образов, форм – это увлекательный процесс, который затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, одновременно вдохновляет и расслабляет. Прикасаясь к песку, можно почувствовать его сыпучесть, его движение, тепло. Соприкосновение с природной материей снимает стресс, любое напряжение, страхи. Занятия с песком хороши своей универсальностью. Они интересны и полезны как и для маленьких детей, так и для взрослых. Существует даже отдельный метод психотерапии. Это песочная терапия. Песочная терапия – возможность выразить то, для чего трудно подобрать слова. Соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую. Увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного восприятия. По сравнению с другими материалами для творчества, такими как глиной, пластилином, красками, песок имеет ряд преимуществ. Хочу рассказать о них. Создание песочных композиций, в отличие, например, от рисунка, не требует особых умений. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то не так. Это важно для тех, кто привык строго себя оценивать. Дети не боятся ошибиться, сделать что-то не так. Песок очень пластичен, и нарисованные сюжеты тут же легко исправить. Процесс рисования превращается в игру, и это позволяет дольше сохранить работоспособность. Песочные игры подходят тем, кому трудно облечь свои переживания, очень острые, болезненные, трудно облечь в слова. Или просто потому, что человек не обладает даром красноречия. Рисование песком применяют для лечения у детей нарушений сна, невротических расстройств, тревожности. Для здоровых малышей художество песком тоже полезное. Они им позволяют успокоиться, успокоиться после неудач, избавиться от низкой самооценки, фобии стать неудачником. Ребенок видит, что неудачный рисунок в любой момент можно исправить. Песок – это такой загадочный материал, который обладает способностью завораживать человека своей податливостью, способностью принимать любые формы, быть сухим, легким, ускользающим или влажным, плотным, пластичным. Вторая польза рисования песком для детей – это развивающее действие. Техника улучшает моторику пальцев рук. Сенсорное восприятие, творческое мышление. В рисовании обычно задействованы обе руки, что положительно влияет на развитие правого и левого полушарий мозга. Улучшается межполушарное взаимодействие, полушария начинают работать слаженно. А это также будет способствовать улучшению нашей памяти, внимания, нашей комитетной функции. У школьников, возьмясь с песком, улучшают навыки письма. Полезно применять методику с детьми, которым обучение в тягость, трудности с обучением имеются. Игры с песком разнообразны. Обучающие игры. Они обеспечивают процесс обучения чтением, чтению письмом, счетом, грамоте. Познавательные игры. Они дают возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и так далее. То есть очень много вариантов на самом деле использования. Рисунки можно выполнять ладонями, пальцами, одной рукой или обеими руками сразу. Песок можно сыпать горстями, щепотками. Данная методика даже эффективнее, чем пальчиковая гимнастика. Почему так происходит? Казалось бы, да? Как? Почему так? Потому что задачи с песком больше напрягают и мозг, и мышцы. Для сравнения стоит просто попробовать высыпать песочек равномерной струйкой или нарисовать сразу обеими руками два одинаковых солнышка слева и справа от воображаемой центральной линии. Поэтому мы можем использовать песочницу в ходе развивающих и обучающих занятий. Третья польза рисования на песке – это раскрытие художественного потенциала, проявление фантазии. Это наше правое полушарие головного мозга. У методики нет ограничений, строгих правил. Можно рисовать руками, разными приспособлениями. Сыпучая текстура материала позволяет создавать изображение любой сложности и степени детализации. Рисование песком доступно и для малышей ясельного возраста, и для дошкольников средней группы, и даже для школьников. Занятия с песком позволяют интегрировать различные образовательные области. Темы занятий переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях. По ознакомлению с окружающим миром, природой, развитием речи, развитию речи и так далее. Такое построение занятий способствует более успешному освоению образовательной программы дошкольного образования. Таким образом, рисование песком способствует развитию активности, расширению жизненного опыта, передаваемого педагогам в близкой для ребенка форме. То есть здесь реализуется принцип доступности информации. Способствует стабилизации эмоционального состояния, поглощая негативную энергию. Помогают ребенку чувствовать себя защищенным, комфортной для него среде. Способствует повышению самооценки. Также можем использовать в коррекции нарушение внимания поведения. Игры с песком развивают тактильную кинетическую чувствительность, мелкую моторику рук. Снимают мышечную напряженность. Позволяют ребенку соотносить игры с реальной жизнью. Осмыслить происходящее. Найти способы решения проблемной ситуации. Преодолевают комплекс плохого художника. Создавая художественные композиции из песка при помощи готовых фигурок. Также развивается творческое воображение, креативные какие-то действия у нас. Находятся нестандартные решения, которые приводят к успешному результату. Также способствует развитию воображения, творческого, пространственного мышления. Развитию познавательных процессов. Совершенствуются зрительно-пространственные ориентировки. Речевые наши возможности. Игры с песком способствуют расширению словарного запаса. Помогают освоить навыки звукослогового анализа, синтеза. Позволяют развивать фономатический слух, восприятие. Способствуют развитию связанной речи. Лексико-грамматических представлений. Помогают в изучении бухов, освоении навыков чтения и письма. И здесь нельзя отойти от истории вопроса. Тоже достаточно важный момент. Люди рисовали во все времена, во всех культурах. Такой уникальный природный материал, как песок, имеет глубокую историю. Еще до того, как появилась наскальная живопись, люди рисовали на песке пальцами или веточками деревьев. Так индейцы племени Наваха на песке оставляли священные рисунки мандала, являющиеся частью ритуала исцеления. Индейцы использовали для своих рисунков муку, красный песок, уголь, измельченные лепестки цветов и прочие природные материалы. Аборигены Австралии рисовали с помощью вулканического пепла. Ничего страшного, все хорошо, добрый день. Рисовали также из песка, из глины рисунки орнамента для различных церемоний, ритуальных танцев. Монахи в Тибете с помощью цветного песка создавали священные картины для особого ритуала, после проведения которого картины разрушались. Это символизировало постоянные перемены, которые происходят в мире. В Японии мастера дзен-буддизма всегда использовали песок для выражения философских идей. Японцы рассматривают песок как символ течения жизни. В XIV веке в Японию с Китая пришло искусство бансеки, заключающееся в изображении морских или горных пейзажей на черном лакированном подносе с помощью кварцевого песка и камней. В арабских странах с древности люди видели красоту, реализовывали свой творческий потенциал в создании бутылок с цветным песком. В Египте мастера до сих пор создают на глазах восторженных туристов картины из цветного песка в стеклянных колбах. В пескографии это искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах 20-го столетия. Изобретателем стиля является канадский режиссер-мультипликатор Каролина Ли, создавшая песочно-анимационный фильм «Песок» или «Петя и серый волк». Ее работы распространились по всему миру, завоевали сердца многих зрителей, художников. С виду простые, казалось бы, движения, но они превращаются благодаря ловкости рук в сюжет, при этом повествуется целая история. Позднее ее опыт переняли многие аниматоры. Они попробовали создать динамический песочный фильм, то есть без монтажа, на одном дыхании. Их опыт стал весьма успешен и положил начало новому виду искусства – искусству рисования песком. Благодаря своему неописуемому эффекту на публику, рисование песком сразу приковало к себе внимание психологов. А как метод арт-терапии рисование песком стало использоваться только в наши дни. В отличие от песочного шоу, песочной анимации, на занятиях с детским психологом, педагогом учит детей, как создавать песочные картинки, рисунки, где акцент делается непосредственно на самом процессе творения, где дыхание ребенка становится спокойным, его движения рук и всего тела становятся плавными, внутреннее состояние гармонично. Техника рисования песком обладает художественным и терапевтическим достоинствами. Песок способен заземлять негативные чувства и негативные эмоции, он несет в себе возможность трансформации. И этот разговор рук с песком дает огромнейший психокорректирующий ресурсный эффект. Рисование песком целительно уже само по себе. Заниматься с песком можно уже с одного года. Все песочные уроки должны проходить, конечно же, в игровой форме. Помним про ведущую деятельность дошкольников, у детей дошкольного возраста, где обязательно присутствуют сказочные герои. Занятия в дошкольном учреждении с песком идеальны для игры в холодные зимние дни. Для малыша это прекрасная возможность окунуться в увлекательный мир фантазии и творчества. При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. И что нам с вами понадобится? Какие материалы для рисования песком? Чтобы учиться рисовать на песке, нужно приобрести перечень материалов, приспособлений. Все они доступны на самом деле. Серьезно раскошелиться не нужно будет. И что понадобится, что потребуется юным художникам? Это стол с бортами и подсвечивающим устройством снизу. Песок, антистатик в баллончике. Дополнительные могут понадобиться приспособления. Художественные кисти, палочки, сито, шаблоны. Широкая и плоская кисть для выметания песчинок из углов стола. Антистатик необходим для предотвращения склеивания песчинок, которое неизбежно при многократном использовании кварцевого материала. Спрей можно распылять перед каждым занятием. Подходит обычный даже антистатик, предотвращающий налипание одежды из синтетики к телу. Стол можно купить, можно сделать самостоятельно. Самодельная конструкция – это соединенные прямоугольную форму борта с дном из матового стекла или пластика толщиной до 5 мм. Снизу необходимо закрепить лампу, закрепить так, чтобы получился рассеянный свет. Освещение может быть любым, в теплом и холодном диапазоне, даже цветным. Ножки стола не должны шататься, то есть тоже здесь обратите внимание, иначе при рисовании не получится вывести аккуратные линии. Готовый стол – это конструкция с бортами, дном в виде подсвечиваемого планшета. Оптимальный размер 130 на 70, но для ребенка достаточно даже будет 50 на 70. Высота бортов должна быть не меньше 6-7 см. Оптимально, конечно же, если 10 см. И эти размеры отражают площадь зрительного восприятия и дают представление мира как на ладони. И высота борта в 10 см дает возможность работать с песком, но при этом не создает ощущение бездонной ямы. Естественно, технология изготовления ящика не предполагает использование гвоздей, поскольку это может травмировать ребенка. Изготовив крышку для ящика, вы решаете ту же проблему лишнего места, потому что можно использовать его как столик, подставку, как полку. На дно насыпается мелкий песок, слоем примерно 5-7 см, следуя при этом санитарно-гигиеническим требованиям. Используемый песок должен быть сертифицирован, поэтому тоже при покупке обращайте внимание. Фракция материала может быть любой. В продаже тоже можем встретить песок разным фракциям. Желательно обзавестись как раз-таки разной, так как мелким песком удобно создавать тона, полутона, а крупным более крупные детали изображения. Можно приобрести песок различных цветов. Сыпучий материал положено обновлять раз в три месяца. А если дети рисуют каждый день, то раз в полтора месяца. Если этого не делать, то песок станет менее податливым, поскольку при постоянном трении песчинки разрушаются, структура материала размягчается. Проводя педагогические коррекционные мероприятия в песочнице, мы даем ребенку новую площадку, создаем мотив для получения знаний. Однако работа с песком это искушение для ребенка, в первую очередь за счет интереса и нестандартных ощущений. Именно поэтому необходимо оговорить с детьми общее правило поведения в песочнице. Таким образом выделяется ритуал входа. И каков он, этот ритуал входа? С точки зрения автора, этот этап обязателен не только для психотерапевтической работы, но и также при проведении занятий. И цель данного этапа – это определить, скажем так, узаконить правила поведения в песочнице. Особая ценность метода заключается в том, что с этого момента контролирующие и регулирующие функции переходят от педагога к некоему персонажу. Именно он позиционирует себя как существо, которое определяет рамки и правила поведения. Возлагает на себя право регулировать взаимоотношения детей, работающих в песочнице. Кто это может быть? При первом посещении песочницы, ознакомлении с ней, мы, конечно, предлагаем готовый персонаж, королеву или царица песка, как назовете. Либо король или царь пустыни, или принцесса песчинка. Здесь как придумаете, что понравится больше. Можно использовать реальных жителей пустыни. Например, король верблюдов, или просто верблюд, или золотой, или песочный, но все равно какой-нибудь верблюд. Прекрасно подходит образ черепахи, в том числе и от артилы. Говоря о реальных жителях пустыни, можно использовать образы сусликов, тушканчиков, змей, которые известны своей мудростью. Образы ящериц тоже. И, учитывая вездесущность, еще можем использовать образ птиц. Выбор персонажа ограничивается лишь вашей фантазией. Безусловно, данная фигурка представляется участником процесса, соответствующим образом украшенной или одетой. И данный персонаж приглашает детей в свою страну, однако определяет и правила взаимодействия с песком. Попытаемся определить их. Песок не разбрасывать, не сыпать, не есть и не заливать песочницу водой. Учитывая негативное отношение дошкольников к частице «не», неспособность многих детей следовать правилам, предлагаем вам поработать над приветственным словом песчаного персонажа к детям. Обращение может быть как поэтическим, так и прозаическим. И есть несколько идей, которые хочу вам представить. Это идея Натальи Зарубиной. Например, если царица черепах, внешний вид, какой у нее может быть? Украшенная короной, предпочтительно из полудрагоценного камня или минерала. Фигурка черепахи примерно размером 8-10 сантиметров. И что она проговаривает? Я приветствую вас, ребята, и очень рада, что вы пришли в мою песочную страну. Здесь вы можете делать все, играть, строить, колдовать, творить, но мою страну, такую прекрасную, такую хрупкую, надо беречь и охранять. И песок, и воду, и жителей, и самих создателей. Вы знаете, как это надо сделать? Ну и, соответственно, дальше спрашиваем, дети отвечают. Еще вариант. Если приходит ласточка, очень красивая, сказочная, может напоминать ласточку из мультфильма «Дюймовочка». И что проговаривает ласточка? Здравствуйте, ребята, я королева этого песка. Мне очень нравится, когда ко мне приходят в гости. Но очень не люблю, когда... И дальше перечень правил. Добро пожаловать в мою страну. Еще вариант. Любая волшебная женская фигурка с каким-нибудь экзотическим именем, например, Эсмеральда. И предполагаем, что она будет в костюме. В костюме видны черты восточных одеяний. Что проговаривает Эсмеральда? Я волшебница песка и живу в этой песочной стране. Сегодня я предлагаю вам поиграть. Выполнить некоторые задания. В моей стране вы можете создавать горы, делать реки, сажать цветы, разговаривать с животными. Я охраняю покой и мир в своей стране, поэтому прошу вас. И дальше озвучиваются правила. Или еще вариант с персонажем Дух пустыни. И особая пикантность данного образа состоит в том, что он может быть визуально вообще никак не представлен. Что проговаривает Дух пустыни? Много лет я создавал свою страну, подбирал песчинку к песчинке, летал по свету, выбирая самых лучших жителей. Мы очень любим свою страну, в которой нам весьма уютно. И чтобы вы получили удовольствие от пребывания в этой стране, просим вас соблюдать следующие законы. Кстати, еще здесь я тоже пробовала в своей деятельности. Я записывала голос Духа пустыни, попросила знакомого мужского пола, который записал своим голосом. Да, запись будет вебинаром. Вы также при желании можете сделать запись, аудиозапись и потом представить детям. В дальнейшем ритуал входа может быть, конечно, видоизменен. И правила поведения предлагается уже озвучивать самим детям. Это будет и развивать речь, и повышать уровень ответственности. И, кроме того, включается механизм саморегуляции. Задания могут транслироваться как сказочным персонажем, так и педагогам, в зависимости от цели занятия и ситуации. Можно дополнить ритуал входа музыкальным сопровождением. В структуре занятия на ритуал входа, как правило, отводится от 3 до 5 минут. Следующая – это у нас основная часть. И эта часть работы представляется наиболее очевидной, приятной. Дети старшего дошкольного возраста выполняют движения или задания по описанию, собственному опыту или по подражанию. А вот малыши только учатся, и поэтому следует первоначально действовать рука в руке. Тем не менее, в ходе выполнения заданий можно решать задачи перцептивного развития. И каковы же есть способы, какие есть способы рисования? Первый способ – это высыпание из кулака. Это первый метод рисования песком своими руками, который должен освоить дошкольник. Попросите ребенка набрать материал в ладонь, сжать ее в кулак, повернуть по вертикальной оси, чтобы песчинки посыпались вниз. Объясните ребенку, что количество высыпающегося песка регулируется сжатием и расслаблением мышц кулака. Если высыпается больше песчинок, холмик получается плотнее, темнее. И так создаются изображения с плавным переходом от цвета к тени. И еще какие есть способы рисования? Кулаком можем рисовать, ладонью, ребром ладони. Дальше ребром большого пальца, щепотьем, мизинцами. Одновременно использование нескольких пальцев. Симметрично можем двумя руками рисовать. Какие приемы рисования песком? Песок, по факту, это та же краска, только работает по принципам света и тени. Существует несколько способов рисования на песочном столе. Самый простой – это светлым по темному. Более сложный способ – это темным по светлому, то есть насыпание. Он немного сложнее. На чистый световой лист можно сыпать песок любым образом. Линиями, тонкими, толстыми, фигурными и так далее. Сначала готовим фон. Тонкий, равномерный слой песка. Техника засыпания. Используется для создания затемненных поверхностей. Данная техника позволяет создавать градации. Тонкие переходы на темных участках рисунка. Набираем песок в кулак и держим его над поверхностью, повернув пальцы вниз. Но сжимаем их не очень сильно. А у меня есть, да. Мы выиграли грант, поэтому активно использую в своей профессиональной деятельности. Тоже, кстати, как выход из ситуации. Понятно, что… Сейчас отвлекусь буквально минутку. Что бюджет ограничен. И здесь нам в помощь пришли проекты. Выиграем гранты. И на деньги, на выигранные деньги мы пополняем нашу материально-техническую базу. У меня и песок разных цветов, разных фракций. Стол с цветной подсветкой, с крышечкой. Все вот эти… Ну, потом буду рассказывать тоже приспособления. Какие тоже все это мы купили и в работе использую. Что очень радостно. Детям это приятно и интересно. И я за счет того, что им приятно, реализую образовательные задачи. Так вот, отвлеклась немножко буквально. Продолжаем. На чем закончила, сейчас пытаюсь вспомнить. Сжимаем пальцы у нас вниз повернуты. Сжимаем не очень сильно. Таким образом, чтобы песок мог сыпаться сквозь щелочки. Совершая необходимые движения из стороны в сторону параллельно поверхности. Можно, да, как вариант, кстати. Аккуратно рисуем темную поверхность в нужном месте. Следующая техника – это техника насыпания. Взяв песок в кулак рукой, находящийся в нескольких сантиметрах от поверхности, начинаем вводить по нужному контуру. Песок должен высыпаться тонкой струйкой за отверстие между ладонью и согнутым мизинцем. С силой сжатия пальцев контролируем ширину линии. Чем быстрее вести линию, тем тоньше и изящнее она получится. И данный вид техники применяется для затемнения элементов рисунка внутри контуров или получения темных фигур с простым и сложным очертанием. Положения руки и песка остаются прежними. Меняются лишь движения кисти. Они напоминают штрихование карандашом. Следующая техника – это техника отпечатка. Помогает добиваться имитации различных фигур, материалов. В зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно использовать отпечатки всей ладони, пальцев, ребра ладони. Например, прыгают зайчики, идут медвежата, бегут жуки и так далее. Рисование с помощью вспомогательных приспособлений, чтобы рисование на песке в детском саду было увлекательнее. Пусть дети используют не только свои пальцы, свои ладони, но и дополнительные приспособления. Чем же можно рисовать? Художественные кисти разной жесткости. Ими удобно изображать волосы, шерсть, зубочистки, палочки для суши, кулинарные шпажки. Оптимальны для создания тонких, изящных линий, причудливых узоров, детальной какой-то прорисовки. Желательно использовать деревянные изделия, потому как они не поцарапают пластиковое дно рисовального стола. Расческа, небольшие грабли. С их помощью получаются красивые аккуратные волны. Цветная бумага. Ее кладут на стол, поверх сыплют песок. Незакрытые участки рисунка получаются разноцветными. Метод применим для создания флористических мотивов, абстрактных узоров. Воронка тоже. Насыпаем через нее песок. Создаем горки, дорожки, узоры. Увлекательное занятие. Дети всегда с восторгом. Никак не хотят уходить потом с занятия. Мелкоячеистая сита тоже помогает. С его помощью покрываем стол тонким песчаным слоем, который может стать фоновой основой для рисунка. Трафарет также активно используем. Можно использовать готовый. Я использую готовый. Честно скажу, деревянные были приобретены. Потом покажу тоже, как выглядят. Можно вырезать, конечно, для занятия из пластиковых крышек, картона. Их приспособить или приспособить для этого разные какие-то плоские предметы. Нужно положить их на чистую поверхность стола, присыпать песком, ну а затем аккуратно убрать. Маятник прикрепите к нитке, грузик какой-нибудь округлой формы. Дайте ребенку. Пусть раскачивает маятник над песчаной поверхностью, создавая узоры разной глубины. Это замечательный метод закрепления навыка правильного нажима и скорости движения при создании рисунка. Цилиндр с узорами. Можно использовать туалетную втулку. Нанесите на нее узоры толстым слоем клея. Здесь важно дождаться высыхания. Затем даем ребенку, пусть катает цилиндр по песку, создавая узорчатые дорожки. Я еще наклеиваю кружево. Плотное такое кружево. И очень тоже хороший отпечаток получается. Детям тоже очень нравится. Начинать ознакомление детей с песком. Можно с несложных приемов поздороваться с песочком, погладить его. Какой песок отметить? Теплый, сухой. Согреть в кулачке. Пропустить его между ладонями. Послушать, как он с вами разговаривает, что шепчет. Детям нравится веселить песок, пощекотать его сначала, например, одним пальчиком, потом всеми, двумя, ну и так далее. Песочек смеется двумя руками. Сначала одной рукой, потом другой рукой. Первым делом я предлагаю детям воплотить в песке свои идеи. Свои идеи теми способами, которые им больше нравятся. И только после того я даю им конкретные задания и предлагаю фигуры для рисования. Песок можно разравнивать как ладонями, так и пальцами. Руки могут работать как бульдозер, разгребая песок вокруг. Пальцами можно проделывать отверстие в песке, рисовать на нем. Дети очень хорошо расслабляются, пропуская песок между пальцами. Также дети могут свернуть из бумаги воронку и насыпать через нее песок, таким образом создавая различные фигуры. Интерес к экспериментированию может пробудить и просеивание песка через различные сита, мелкие, крупные. Дети могут своими руками смастерить даже сито из картона, например, проковыряв гвоздиком дырки в коробке из-под обуви. Отверстие лучше располагать не хаотично, а в определенном порядке, в виде, например, круга или звезды, или спирали, либо комбинации из этих и других фигур. Если взять мелкий песок, то сначала его поверхность будет ровной, но когда песок начинает сыпаться через отверстие, то в коробке сита и в лотке под ней, как по волшебству, будут возникать различные формы, которые будут напоминать горы, долины. Игры с таким ситом действуют наподобие песочных часов, очень успокаивают. Подвешенный над лотком маятник, качаясь, уже проговаривала, оставляет удивительные, постоянно изменяющиеся следы. Если же толкать по песку резинового ежика или ребристый мячик, то на нем будут образовываться различные узоры. А если катать ежик или мячик по кругу, то можно получить изображение, которое напоминает паутину. Используя лоток с песком, дети могут играть в различные игры. Для того, чтобы заставить шарик кататься по заданной траектории, приподнимая и опуская края лотка, им потребуется чувство равновесия, концентрация внимания, навыки работы в команде. В лотке также можно проводить строканий бега, используя магнитных жуков. Для этого необходимо слегка приподнять одну сторону лотка, чтобы было легче передвигать таких жуков, при помощи магнита, которые подносятся снизу. Будет казаться, что жуки сами медленно ползут по песку. В магнитном также очень медленно можно двигать и раковину улитки, наблюдая за траекторией ее движения. Детям очень нравится рисовать специальным песочным карандашом. С левой стороны вверху представлен. Это такая прозрачная трубка, которая входит в комплект каждого набора лоток с песком. Такой прозрачный карандаш наполняется мелким песком при помощи воронки и пластмассовой ложечки. Ребенок держит песочный карандаш той рукой, которую обычно пишут над лотком и рисует соответственно фигура. Чем выше находится карандаш над лотком, тем размытыми получаются изображения. Чем ниже получается ребенок опускает карандаш, тем четче будут линии. С помощью карандаша можно нарисовать чудесные картинки. И детям очень нравятся такие занятия. А чтобы отключить карандаш, нужно прервать струйку песка, закрыв отверстие другой рукой. В лотке с песком можно воздвигать горы, создавать озера, подкладывая вниз, например, синюю бумагу. Можно украшать торты, можно писать чьи-нибудь имена. Возможно, вообще абсолютно все. При помощи формочек можно получать красивые орнаменты. Дети готовы заниматься этим снова и снова. Они внимательно смотрят, как мелкий песок вытекает из формочки. Песчинки падают сквозь отверстия, и под ними в лотке появляются горки, как в песочных часах, с которых дальше уже складывается орнамент. А в самой формочке при этом образуются маленькие кратеры. Для игры в песочнице предусмотрен также разноцветный песок, тоже то, о чем говорила. Но можно окрасить и самостоятельно. Дополнительно можно приобрести песок изумительного аквамариного цвета. Очень важно, чтобы весь этот песок, предназначенный для игр маленьких детей, совершенно был не токсичен и не окрашивал бы детские руки. Поэтому он должен быть сертифицирован. Замечательно интересные следы на песке можно оставить при помощи грабелек, палочек. Еще больше форм на песке можно создавать с помощью специальных валиков в форме прозрачных цилиндров. Перед тем, как использовать валики, необходимо тщательно разровнять песок. И если прокатить вот такой валик по песку, то отверстия, проделанные в его стенках, оставляют интересные следы, напоминающие гирлянды песчаных буст. Очень нравится детям использовать в рисовании трафареты. Они тоже перед вами на экране представлены. Здесь как варианты на самом деле гораздо больше. У меня целая такая коробка и там много трафаретов. Поэтому выбираем согласно тематике занятия, что мы хотим в итоге получить. Итак, какие простые графические упражнения? Это выбирать или насыпать прямые линии, дорожки, провода, столбы, заборчики, дождик. Выбирать и насыпать волнистые, а потом замкнутые линии. Волны, дым, фонтанчик, бусы. Перейти к насыпанию контуров, выбиранию предметов геометрической формы. Это несложные сюжеты, молния, радуга, высокие горы, элементы спирали. Причем скованным, замкнутым детям советуем спирали раскручивать из одной точки, разворачивать. А вот гиперактивным наоборот скручивать. И это будет их успокаивать и уравновешивать. Если исходить из принципа графики, то хорошо познакомить ребенка с ее элементами. Точка – это маленькая, побольше и так далее. Здесь может быть как образ визуализируемый и сливка, яблочко, луна, солнце. А две точки рядом – это вообще уже может быть цыпленок. Овал и круг – это цапля уже. Линии. Линии бывают тоже разные, могут передавать настроение. Легкие, веселые, колючие, нежные, игривые, загадочные. Кружить, не отрывая палец от стола. Вертикальную прямую линию можно провести как сверху вниз, так и снизу вверх. Горизонтальную можно провести как слева направо, так и справа налево. Длина прямых линий постепенно увеличивается до максимума. И затем таким же образом уменьшается. Диагональные линии тоже. В снежинках углы образуют пресекающимися линиями. Может быть сочетание горизонтальных диагональных линий, сочетание вертикальных диагональных линий. Спирали. Пятна тоже здесь можем рисовать. Различаются по плотности, составу, объему. Пятно, например, из точек превращается в кашу на тарелке, в овечку. Несколько таких пятен. В образ дерева добавляем несколько линий. Пятно из штрихов, то есть коротких линий, легко превратить в ежика. Рисование на песке. Что здесь? Дорожки. Начинаем с них. Начинаем с простых линий. Дорожка для слоненка, например, к его домику. Затем переходим к ломаным линиям, к прерывистым. Различным по интенсивности, протяженности. Дальше заборчики, которыми огораживаем все, что лежит в песочнице. Дождик. Еще одна возможность отработать вертикальные линии. Лесенки рисуем. Для самых разных существ или самых разных размеров научатся умещать вертикальные и горизонтальные линии. Следы. Можно предлагать оставить на песке следы вполне определенных существ. Например, следы бегемота или паучка. Волны являются модифицированными дорожками. Их вполне первоначально можно называть как раз-таки именно так. Для разнообразия можно использовать название змейки. Что еще здесь? Работа с контурами, шаблонами. Обведение пальцем контура или шаблона. Это вплотную подводит ребенка к овладению письмом. В песочнице можно проводить закрепление образа букв через печатание их на песке. Без чрезмерного напряжения можно формировать кинестетические ощущения. И в системе Марии Монте-Сори есть упражнения с песком. Это различные засыпания, пересыпания песка в различные емкости. Причем можно ставить самые разные задачи и развивать как двигательные, так и начертательные, а также когнитивные навыки. Все зависит от поставленной задачи. И хочется отметить, что сейчас рисование на песке активно разрабатывается как особое направление изобразительной деятельности. Это, безусловно, будет способствовать развитию мелкой моторики рук ребенка. И хочу привести несколько упражнений, несколько примеров упражнений для рисования песком на световых столах для детей. Первый – это водный пейзаж. Для его создания пройдитесь растопыренными пальцами по песчаной поверхности, изображая волны. В верхней части композиции сделайте тонкие штрихи, ногтем можно, это будет такая дальняя рябь. Ребром ладони проведите горизонт, уберите лишние излишки в верхней части, и это небо уже будет над водоемом. Или облака. Наберите песок в кулак, высыпайте его тонкой струйкой, совершая круговые, такие неразмашистые движения. Лист клёна – насыпьте линии, формирующие контуры, и прожилки листа. Сделайте контур резче, проведя пальцем по внешнему краю линии, сдвигая песок вовнутрь. Ногтем пройдитесь по прожилкам, очертите границу черешка. Солнце – наберите песок в кулак, поднимите примерно где-то на 20-30 см над поверхностью стола. Равномерно высыпайте, старайтесь не двигать, не сдвигать руку. Песчинки, падая с высоты, отскакивают от пластиковой поверхности, формируют кольцо, а середина остаётся пустой. Горный пейзаж – быстрыми зигзагообразными движениями рассыпаем песок в горизонтальном направлении. Ребром мизинца пройдитесь по верхней части, убрав лишнее, чтобы получился рельеф. Буквы, цифры – занятие полезно для дошкольников старшей группы, младших школьников, которые учатся писать. Рассыпьте по столу песок плотным слоем. Пусть ребёнок учится красиво выводить буквы, цифры, развивает мелкую моторику пальцев, дописывает недостающий элемент букв, цифр. Здесь профилактика у нас дисграфия. Это будет как раз-таки способствовать профилактике оптической дисграфии. Страна слов. Что здесь? На поверхности песка написано слово. Пусть будут пропущены буквы. Ребёнку предлагается написать пропущенную букву. Ещё хороши упражнения для развития чувства симметрии. Как только ребёнок впервые встаёт на ноги, ему приходится удерживать равновесие. Он должен постоянно восстанавливать баланс относительно центра тяжести своего тела. Иначе он просто упадёт. Это можно наблюдать, когда дети пытаются удержать равновесие на бревне, бордюре или невысокой стенке. Склонность к симметрии демонстрируют рисунки детей. Предложите детям разделить лоток с песком пополам, пройдя, например, посередине линию. На одной половине лотка вы рисуете фигуру. Поначалу простые, конечно же, берём. И просим ребёнка нарисовать на другой половине зеркальное отображение этой фигуры. Такое упражнение прекрасно развивает воображение детей чувство равновесия. Слева, справа, вверху, внизу, внутри, снаружи. Всё это нужно попробовать изобразить. Детям проще и естественнее сначала уловить симметрию относительно вертикали. У ребёнка симметрия право-лево в большей степени ассоциируется с удержанием тела в равновесии, когда он стоит. И только позже дети смогут выполнить упражнения, в которых нужно зеркально отобразить фигуры относительно горизонтали, то есть перевернуть вверх и вниз. Чтобы помочь детям обнаружить свои ошибки, в лотке с песком можно установить даже специальное зеркало. В нём отражается исходная фигура, и с ней можно уже сравнить нарисованную. Такие упражнения способствуют у детей развитию воображения, способности концентрировать внимание, моторные навыки развиваются. Эти задания не должны ограничивать свободное творчество и образное мышление ребёнка. При этом взрослым, конечно же, следует поощрять ребёнка. То есть мы с вами здесь берём, резюмирую, что сказала, симметрию относительно вертикали сначала, а потом симметрию относительно горизонтали. Двуручное рисование, плюс даже межполушарное взаимодействие. Ещё хотела, ну уже тогда кратко, времени не очень много осталось, хотела рассказать о песочной анимации для детей дошкольного возраста. Высшее мастерство — это съёмка песочной анимации, при которой художник безотрывно создаёт плавно перетекающие друг друга изображения. Причём делает это совершенно минимально, совершая минимально возможное количество движений. Это сложное искусство, которое требует от мастера быстроты действий, безупречных художественных навыков. И здесь мы с детьми тоже снимали мультфильмы, сюжет сами задаёте. Рисовали, даже снимали мультфильмы с песочной анимацией с ребёнком с синдромом Дауна. Конечно, там сюжет простой, машинка у нас ехала, рисовали машинку, но тем не менее, очень интересно. И польза, и коммуникация, во-первых, с ребёнком, и даже мелкая моторика и так далее. Можно темы абсолютно различные взять, и экологические темы, зимняя тематика сейчас тоже, пожалуйста. Теме мультипликации в дошкольном образовательном учреждении у нас был посвящён вебинар. Вы можете посмотреть его в записи на нашем канале в YouTube. Он есть, Директ Академия, посмотрите, поэтому не буду более подробно останавливаться на этом. И следующее у нас ритуал выхода. В конце занятия, как ритуал входа, так и ритуал выхода обязательно. Сказочный персонаж, который приглашал детей к игре в песочнице, объявляет об окончании игры. Напоминает о необходимости убрать страну, привести её в первоначальный вид. Дети трогательно гладят песок, смотрят на него, обещают вернуться вновь всегда. И с этого момента как раз-таки начинается ритуал выхода. Сказочный персонаж может самостоятельно, что разумно и оправдано, конечно, для малышей, перечислить задания, выполненные детьми, а может попросить их самих вспомнить, чем они занимались в песочнице. Хозяин страны даёт общую или персональную оценку действиям, усилиям, результату детей, что, как известно, повышает мотивацию для дальнейших занятий. И ещё один важный момент обязательно благодарит за посещение, работу, бережное отношение, выполнение правил поведения в песочнице. Ритуал выхода необычайно важен с психологической точки зрения, особенно благодарность. Этого, как правило, не происходит в конце традиционной познавательной деятельности. Получение положительного заряда в конце занятия выгодно выделяет деятельность песочницы и закрепляет желание её повторять. Использование техники рисования песком в работе с дошкольниками даёт возможность гармонизировать психоэмоциональное состояние детей, успешно подготовить их к школе, развить психические процессы, восприятие, внимание, память, воображение, образно-логическое мышление, процессы саморегуляции, развить сенсорно-перцептивную сферу, творческий потенциал, формировать коммуникативные навыки, тренировать мелкую моторику рук, гармоничное сочетание традиционных методов и приёмов воспитания с применением ресурсов пескографии в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения позволяет существенно повысить мотивацию детей, эффективно решать задачи формирования социального опыта у дошкольников, развивать творческую самостоятельность личности ребёнка. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши отзывы. Очень надеюсь, что вебинар был полезным. Благодарю, очень-очень приятно прогладили меня тоже. Есть ли вопросы, уважаемые слушатели? Спасибо, благодарю. Очень важно, ценно, что информация оказалась полезной. Вопросы вот так, а тут, сейчас еще гляну, тут нет тоже. Ещё раз благодарю вас от души за ваше внимание, за ваши отзывы. Будем ждать вас на наших следующих вебинарах. Литературу, сейчас автора надо посмотреть. Да, очень много на самом деле литературы сейчас актуальна эта тематика. И, в принципе, можно много выбрать полезного. Я, честно вам скажу, иду от фантазии. И схожу от тех запросов, что нужно мне реализовывать, какие цели, какие задачи, какая тема, и дальше уже подбираю самостоятельно. Спасибо вам огромное, всего доброго и до свидания. Будем ждать вас на наших вебинарах.